Беседа шестая. Римлянам 2.17. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Сказавши, что для спасения язычника, если он бывает исполнителем закона, ничего более не нужно, и окончив удивительное свое сравнение, апостол указывает, наконец, преимущества иудеев, которыми они гордились перед язычниками. Прежде всего, самое имя иудея, как ныне имя христианина, было очень почтенно, так как и тогда различие людей зависело от имени. Почему апостолу начинает речь этого? И заметь, как он уничтожает это преимущество. Он не сказал, ты иудей, но говорит, именуешься и хвалишься в Боге. То есть ты возлюблен Богом и предпочтен прочим людям. А мне думается, что он здесь слегка осмеивает высокомерие и безумное честолюбие иудеев, потому что они этим даром Божьим воспользовались не для собственного своего спасения, но для того, чтобы заводить распри и презирать остальных людей. И разумеешь волю, и избираешь лучшее. Конечно, и то было недостатком, если не подтверждалось делами. И однако иудеям казалось, что в этом состоит преимущество, почему апостол с ясностью на это и указывает. Но он не сказал, исполняешь, а разумеешь и рассуждаешь. Сам же не следуешь и не исполняешь этого. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Опять и здесь не сказал, ты путеводитель слепых, но говорит, надеешься, этим хвалишься, потому что высокомерие иудеев действительно было велико. Потому апостол выражается почти теми же словами, какие употребляли величайшие иудеи. Смотри, например, что говорят они себе в Евангелии. Во грехах ты весь родился, и нас ли ты учишь? Они много гордились перед всеми. Павел настойчиво изобличал это, одних восхваляя, а других унижая, чтобы таким образом сильнее укорить их и увеличить обвинение. Потому он и продолжает усиливать ту же мысль и подкрепляя ее различными выражениями. Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Опять не сказал в совести, в делах и в оправданиях, но в законе. Как поступил апостол, обречая язычников, так поступает и здесь. Как там сказал, каким судом судишь другого, таким же будешь судим, так и здесь говорит. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Впрочем, там он употребляет выражение более резкое, а здесь более легкое. Не сказал, ты достоин большего наказания за то, что тогда, как тебе так много было вручено, ты ничем не воспользовался, как должно. Но, излагая свою мысль, в виде вопроса обращается и говорит, уча другого, как же не учишь себя самого? Обрати внимание на мудрость Павла и в другом отношении. Он перечисляет такие преимущества иудеев, которые зависели не от их усердия, но составляет дар свыше и доказывает, что эти преимущества по нерадению иудеев не только для них излишни, но и приносят увеличение наказания. Называться иудеем, получить закон и все прочее, что перечислил теперь апостол, не составляет их заслуги, но есть дар благодати свыше. И хотя вначале он говорил, что одно слышание закона, если не присоединится к исполнению, не приносит никакой пользы, ибо неслышатели закона говорят, а правданы перед Богом, но теперь он доказывает нечто гораздо большее, а именно, что не только слышание, но и то, что важнее, самое обучение закону не поможет учащему, если он не исполняет того, чему учит, и не только не поможет, но еще навлечет большее наказание. И как искусно употребляет апостол выражение, ведь он не сказал, ты получил закон, но почиваешь на законе. Иудей не трудился, ходя повсюду и спрашивая, что ему должно делать, но он с удобством владел законом, указывающим путь, который вел к добродетелю. Если язычники имели природный разум, в котором и заключалось их преимущество, так как они все исполняли без слушания закона, то там у иудеев было больше удобства. А если ты говоришь, я не только слушаю, но и учу, то это служит лишь увеличению наказания. И так как иудеи эти много превозносились, то апостолы доказывают, что они преимущественно, вследствие этого и достойны осмеяния. Когда же, говорит, вожди слепых, учитель младенцев, то изображает надменность иудеев, потому что они весьма худо обходились с обращенными из язычества и называли их подобными наименованиями. 539. Потому апостол пространно и указывает то, что иудеи сами ставили себе в похвалу, зная, что все сказанное служит к большему их обвинению, имея образец разума и истины в законе. Это подобно тому, как кто-нибудь, имея у себя царское изображение, не может по нему ничего написать, а те, у которых нет его, и без образца верно ему подражают. И так, сказав о преимуществах, которые иудеи получили от Бога, апостол говорит об их недостатках, в которых обвиняли их и пророки, и изображает их так. «Проповедуя не красть — крадешь, говоря не прелюбодействуешь, гнушаяся идолов — святотатствуешь, хотя вам, иудеям, и строго запрещено касаться имуществ, принадлежащих идольским капищам, как скверны, но страсть в серебролюбии заставляла вас, — говорит апостол, — нарушать и этот закон». После того апостол излагает наиболее тяжкую вину иудеев, говоря, «хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Он представил две вины, а правильные три. Иудеи бесчестят, бесчестят тем, что назначено к их чести, бесчестят того, кто даровал им честь, а это и есть верх крайней неблагодарности. Но чтобы не подумали, что апостол обвиняет иудеев сам от себя, он выставил их обвинителем пророка, теперь Исаию, который в немногих словах и вообще изобличает их в главном пороке, апостоле и Давида, который раскрыл их вины подробно и с большой доказательностью. «Не я укоряю вас в этом, — говорит Павел, — а послушайте, что сказал Исаия. Ибо имя Божие, как написано, — ради вас хулиться у язычников». Вот еще два обвинения. Они, — говорит, — не только сами оскорбляют Бога, но и других приводят к тому. Итак, какая польза от обучения, как скоро вы не учите самих себя? Но об этом апостол сказал уже выше, а здесь он обратился к противоположному. Вы не только сами себя, но и других не учите тому, что должно делать. И что всего хуже, вы не только не учите жить по закону, но учите противоположному, учите хулить Бога, что противно закону. Но важно обрезание, — говорит Иудей. Согласен и я, но важно тогда, когда сопровождается внутренним обрезанием. И обрати внимание на благоразумие апостола, как благовременно он завел речь об обрезании. Он не стал говорить о нем сначала, потому что оно было в великом уважении. Но когда доказал, что иудеи оскорбили Бога в важнейшем и виновном в богохульстве, когда слушатель готов был сам обвинить их и лишить первенства, тогда начинает речь об обрезании, надеясь, что уже никто его не осудит, и говорит, Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Конечно, обрезание можно было отвергнуть и другим способом. Например, спросив, что такое обрезание? Если это заслуга обрезывающегося, не составляет ли оно доказательство его доброй воли? Но ведь оно совершается в незрелом возрасте, затем многие, жившие в пустыне, оставались не обрезанными, а также из многих других примеров можно видеть, что обрезание не весьма было необходимо. Но однако апостол не этими доводами отвергает обрезание, а примером Авраама, чем преимущественно и следовало. Ведь в этом и было торжество победы, чтобы малозначительность обрезания доказать тем самым, за что оно было уважаемо иудеям. Хотя Павел мог сказать, что и пророки называют иудеев необрезанными, но это было бы недостатком не самого обрезания, но злоупотреблявшим им. А требовалось доказать, что обрезание не имеет никакой силы и предобродетельной жизни. Это наконец и раскрывает апостол. И здесь он не приводит еще в пример патриарха, но сперва, провергнув обрезание другими доводами, оставляет его патриарха для последующего. Когда он ведет речь о вере, говоря, когда вменилась вера Аврааму в обрезании, или же в необрезании, апостол пока противополагает обрезанию языческому необрезанию, не желает сказать ничего другого, чтобы не слишком было обидно иудею, а когда рассматривает обрезание в отношении к вере, тогда и сильнее нападает на него. Конечно, когда предлагается противоположение обрезания и необрезания, апостол выражается легко и говорит, и обрезание полезно, когда исполняет закон. Здесь апостол говорит о двух обрезаниях и двух необрезаниях, равно как допускают и два закона. Есть закон естественный, и есть закон писанный, но есть и средний между обоими, закон отдел. Смотри же, как апостол показывает и раскрывает все эти три закона. Он говорит, когда язычники, не имея закона, какого закона, скажи мне? Закона писанного. По природе законное делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. То сии, закона не имея, какого? Писанного. Сами в себе закон. Как это? Пользуясь законом естественным. То есть, какого закона? Закон отдел. Себе является закон. Один закон именно тот, который в письменах, есть внешний. Другой, который дам природы, есть внутренний, а третий открывается в делах. Первый сообщает письмена, второй природа, а третий дела. Этот именно третий закон и нужен, и для него даны. И первые два естественные письмены. Если его не существует, то нет никакой пользы и в тех. Даже от них бывает и величайший вред. Это именно доказывает апостол, когда говорит о законе естественном. Каким законом судишь другого, таким же осуждаешь и себя. И о законе писанном, проповедуя не красть, крадешь. Равным образом и не обрезаний два. Одно естественное, а другое нравственное. И обрезание одно совершается над плотью, а другое зависит от воли. Например, я говорю, что некто обрезан в восьмой день. Это обрезание плоское. А когда говорю, что кто-нибудь исполнил все узаконенное, то это есть обрезание сердца, которого преимущественно и требует Павел, или вернее сказать, самый закон. 541. Итак, ты видишь, как апостол, допустив обрезание на словах, уничтожает на деле. Он не сказал, что обрезание излишне, бесполезно, непригодно. Но что же именно говорит? Что обрезание полезно, когда исполняешь закон. Он пока принял обрезание, говоря, согласен, не спорю, что обрезание есть дело хорошее. Но когда? Когда ты соблюдаешь и закон. Если же ты преступник закона, то обрезание твое не стало ли не обрезанием? И здесь не сказал, оно уже не приносит пользу, что вы не подумали, что он уничтожает обрезание, но сперва освободив иудея от обрезания, потом уже поражает его, так что теперь у коризна падает не на обрезание, а на того, кто утратил его по нерадению. Как тех, которые находятся в чинах, а потом уличены в важнейших преступлениях, судьи сперва лишают отличия чинов, а потом уже наказывают. Так и Павел поступил с иудеем, сказав, если же преступник закона, то прибавил, то обрезание твое стало не обрезанием. И доказав, что он, не обрезанный, безбоязненно, наконец, изрекает над ними и приговор, говоря, если не обрезание дает оправдание обрезанию, то не обрезание его не вменится ли ему в обрезание? Смотри, что делает апостол. Он не говорит, что не обрезание превосходит обрезание. Это было бы очень прискорбно для тогдашних его слушателей, но говорит, что не обрезание сделалось обрезанием. Потом рассматривает, что такое обрезание и что такое не обрезание, и говорит, что обрезание есть дело доброе, а не обрезание дело худое. Затем не обрезанного, имеющего добрые дела, включает, включив понятие обрезания, а обрезанного, пребывающего в порочной жизни, исключив из обрезания. Он таким образом отдает преимущество не обрезанному. И не говорит уже о человеке не обрезанном, но переходит к самому действию не обрезанию, говоря так, Не необрезание ли его вменится ему в обрезание? Опять и здесь не сказал, признается, но вменится. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Видишь ли, что апостол имел в виду два необрезания, одно естественное, а другое добровольное? Здесь, конечно, он говорит о естественном, но не останавливается на этом. Заметь весьма тонкое разумение апостола. Он не сказал, что необрезание естественным осуждается, обрезание. Но там, где было преимущество обрезания, он говорит и о необрезании. А где была недостаточность его, он показывает, что не самое обрезание побеждается, а иудей, имеющий обрезание, избегая оскорбить слушателя словом. Не сказал также, осудит тебя, имеющего закон и обрезание. Но выражается еще снисходительнее. Тебе при писании и обрезании, когда ты являешься преступник закона, то есть естественное необрезание защищает обрезание, потому что оно поруганно и помогает закону, потому что он нарушен. Вот какой замечательный он ставит трофей. Так как победа тогда должна быть более блестящей, когда иудей осуждается не иудеем, а необрезанным, как некогда и сказал Христос. Мужи Неневии восстанут и осудят. Осудят роды сей. Итак, апостол унижает не закон, напротив, он весьма уважает его, но нарушителя закона. Потом, когда апостол ясным образом раскрыл это, он смело, наконец, определяет, что такое иудей, и показывает, что он не отвергает ни иудея, ни обрезания, а отвергает того, кто не иудей и необрезанный. И кажется, что он, с одной стороны, защищает обрезание, а с другой опровергает понимание его, основывая свой приговор на опыте. Он доказывает, что не только нет ничего общего между иудеем и необрезанным, но даже необрезанный, если он внимателен к себе самому, выше иудея, и он именно и есть истинный иудей. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, здесь он поражает иудеев, как делающих все напоказно, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Сказал это, апостол отверг все цовское, и обрезание наружное, и субботы, и жертвы, и очищение, все это он разумел под одним выражением, сказав, что не тот иудей, но так как у них иудеев преимущественная речь была об обрезании, которому уступала и суббота, то апостол, естественно, о нем больше и распространяется. Сказав же обрезание сердца духом, апостол этим пролагает путь жизни церковной и вводит в веру, так как верование сердцем и духом имеет похвалу от Бога. И для чего апостол не сказал, что добродетельный елен не меньше добродетельного иудея, но говорит, что добродетельный елен лучше приступающего закон иудея, для того, чтобы сделать победу несомненную. Как скоро признано сказанное апостолом, то обрезание плоти по необходимости отвергается и становится ясно, что повсюду нужна жизнь. Когда елен спасается без этого, без обрядов, а иудеи при обрядах наказываются, то иудейство становится упраздненным, а под еленом апостол, разумеет, не идолопоклонника, но человека благочестивого и добродетельного, освобожденного от законных обрядов. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Так как апостол все отринул, слышание, учение, имя иудея, обрезание и все остальное, сказав, что не тот иудей, кто таков по наружности, но тот иудей, кто внутренне таков, то предвидит, естественно, возникающее возражение и опровергает его. Какое же это возражение? Если скажут, в этом нет никакой пользы, то для чего и был призван народ, и было дано обрезание? Что же делает апостол? И как он разрешает возражение? Так же, как он решил и предыдущее. Как выше он ничего не ставил в похвалу иудеям, но во всем видел Божьи благодеяния, а не их заслуги. Потому что именовать иудеям, разуметь волю, рассуждать о лучшем, все это дано им не по заслугам, а по Божьей благодати. В чем укорял иудеев и пророк, говоря, не сделал так ни одному народу, и судеби своих не явил им. А та же и Моисей, говоря, спросите, было ли по слову сему, разве слышал народ голос Бога, живого из среды огня и остался жив? Старозаконник 5.26. Так же поступает и апостол и здесь. Как тогда, когда речь шла об обрезании, он не сказал, что обрезание не приносит никакой пользы без жизни, но раскрывая то же самое и лишь выражаясь менее резко, говорит, что обрезание приносит пользу вместе с делами. И опять, если же ты преступник закона, не прибавил, обрезание не приносит тебе никакой пользы. Но выражается так, обрезание твое не делается ли не обрезанием? И далее опять говорит, что не обрезанием осуждается не самое обрезание, но преступник закона, щадя с одной стороны закон, а с другой нападая на людей. Так он поступает и здесь. Возразив самому себе и сказавшее. Итак, какое же преимущество иудею? Он дал на это ответ не отрицательный, а утвердительный. Сказанным же впоследствии он опроверг от и доказал, что иудеи за такое преимущество подвергаются наказанию. Каким же образом? Объясняю это, представив самое возражение. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Замечаешь ли, что, как сказал я выше, апостол исчисляет не заслуги иудеев, но благодеяние Божие? Что же значит слова «вверено» было? Тот, что им был вручен закон, так как Бог считал их настолько достойными, что вверил им предсказания, возвещенные свыше. И я знаю, что некоторые относят выражение «вверено было не к иудеям, а к Слову Божию». То есть закон сделан предметом веры, но последующий не позволяет так думать. Во-первых, апостол говорит это, обвиняя иудею и показывая, что они, хотя получили многие благодеяния свыше, но и вели великую неблагодарность. Потом это видно и из последующего. Апостол прибавил. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? А если не уверовали, то как же некоторые говорят, что Слово Божие сделалось предметом веры? Итак, что же говорит апостол? То, что Бог верил им Слово Своё, а не то, что они уверовали Слову. И нафиг, какой же смысл имеет последующее? Ведь апостол прибавил, если некоторые были неверны. То же самое видно из того, что апостол сказал после этого. А именно, он говорит, никак, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоём. Итак, то, что им было верено, апостол провозглашает даром Божиим. Ты же обрати внимание на благоразумие Павла, и в этом случае обвинение их он опять представляет нет самого себя, но как бы в виде возражений и говорит как бы следующим образом. Но может быть ты спросишь, какая польза от этого обрезания? Сами иудеи не сделали из него должного употребления. Им верен был закон, а они не уверовали. И сначала апостол не нападает на них сильно, но как только начинает оправдывать Бога от упрёков, то обращает на них всё своё обвинение. И почему, говорит он, ты обвиняешь Бога в том, что они не уверовали? И какое это имеет отношение к Богу? Неужели неблагодарность облагодетельствованных Богом уничтожает его благодеяние? Или обращает ли она честь в нечесть? Это именно и означает эти слова. Да не будет. Никак. Если некоторые из них и были неверны. Это подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, я оказал честь такому-то человеку. Если же он не принял чести, то в этом не моя вина. И это не оскорбляет моего человеколюбия, а показывает лишь его бесчувственность. Но Павел говорит не только это, а нечто гораздо большее именно, что неверие иудеев не только не может быть поставлено в вину Богу, но, напротив, доказывает наибольшую славу его и человеколюбие, когда он явно оказывает честь и тому, кто готов его обесчестить. 545. Видишь ли, как апостол обвинил иудеев тем самым, чем они хвалились. Хотя Бог оказал им столько чести, что даже, предвидя будущее, не лишил их своего благоволения, однако они оскорбили почтившего их именно тем, чем были почтены. Потом, так как апостол сказал, что же, если некоторые неверны были, а между тем оказались неверными все, то, чтобы сказанным не согласно с действительностью опять не показаться строгим обвинителем иудеев, как бы их врагом, он то, что оказалось в действительности, излагает в виде общего суждения и заключения, говоря так, Бог верен, а всякий человек лжив. Это означает следующее. Я не утверждаю, говорит апостол, что только некоторые были неверны, но, если угодно, признавай, что все были неверны. Этот почти совершившийся факт, допуская условно, чтобы не огорчить иудеев и не навлечь на себя их подозрения. Впрочем, и в этом случае Бог еще более оправдывается. Что значит оправдывается? Если рассудить и исследовать то, что Бог совершил для иудеев и что было от них в отношении к Богу, то победа будет на стороне Божией, и все оправдания принадлежат Богу. И ясно доказав это сказанным выше, апостол приводит потом и слова пророка, который подтверждает его слова и говорит, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Бог все сделал с своей стороны, но иудеи не стали от того высшими. Потом апостол представляет другое, возникающее отсюда возражение, и говорит, «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог неправеден, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак! Ибо иначе как Богу судить мир?» Апостол одну неправильность устраняет другую, но так как это неясно, то необходимо сказать теснее. Итак, о чем говорит апостол? Бог почтил иудеев, а они оскорбили его. Но это составляет победу его, доказывает великое его человеколюбие, так как он почтил и людей столь неблагодарных. А так, как говорит иудей, Бог победил, и правда его просияла в полном блеске вследствие того, что мы оскорбили его и поступили несправедливо, то за что же, говорит, подвергаясь наказанию я, сделавшийся виновником его победы именно потому, что оскорбил его? Как же апостол решает это? Другим неправильным суждением, как сказал я, если ты, говорит, он сделался виновником победы Божией, и после того подвергаешься наказанию, то это несправедливо. А если Бог не несправедлив, однако же тебя наказывает, то ты еще не сделался для него виновником победы. И обрати внимание на благоговение апостола, сказавши, разве не праведен Бог, изливая гнев, прибавил по-человечески, говорю. Так сказал бы всякий, говорит апостол, рассуждая по человеческому разуму. Но ведь праведный суд Божий несравненно превосходит то, что представляется справедливым для нас, и имеет некоторые другие непостижимые для нас основания. Затем, так как это было несовершенно ясно, то он говорит то же самое и в другой раз. Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Ведь если Бог, говорит, явился человеколюбив, справедлив и благ вследствие того, что ты прислушался его, то ты не только не должен подвергаться наказанию, но еще и получить награду. А если это так, то получится другая нелепость, повторяемая многими. Именно, будто из зла происходит добро, и причиной добра служит зло. Необходимо допустить одно из двух. Или Бог, когда наказывает, является несправедливым, или же Он получает от наших злых дел победу, когда не наказывает. Но то и другое до крайности нелепо. Апостол, доказывая это, признал родоначальниками таких учений еленов, считая достаточным для опровержения сказанного качества тех лиц, которые говорят это. Тогда снеязычники, отменивая нас, христиан, именно говорили, будем делать зло, чтобы произошло добро. Потому апостол ясно изложил это, говоря так. Да не хулиться наша добрая. И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Так как Павел учил, что при умножении греха преизбыточествовала благодать, то язычники, осмеивая его и давая превратный смысл словам, и уговорили, что должно предаваться порокам, чтобы насладиться благами. Но Павел, конечно, не так учил. Потому исправляя это, и говорил, что же, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Ведь я, говорит апостол, сказал о минувших временах, а не за тем, чтобы мы сделали это своим правилом. Отклоняя заблуждающихся от такого понимания его слов, апостол сказал, что это, наконец, и невозможно. Как мы, говорит он, умершие для греха, будем жить еще во грехе. 547. Итак, апостол легко облечил еленов, потому что жизнь их была очень развращена. А жизнь иудеев, хотя и представлялась в полном пренебрежении, но у них были большие основания для своего оправдания. Законы, обрезания, а также то, что с ним беседовал Бог. И они были учителями всех людей. Поэтому апостол лишил их такой защиты и даже доказал, что они из-за этого именно и подвергаются наказанию, чем и заключил здесь свою речь. Если же делающие это, говорит он, не наказываются, то необходимо допустить богохульное положение. Будем делать зло, чтобы получилось добро. А если это нечестиво, если говорящие так подвергнутся наказанию, то Павел и объявил, сказав, «Праведен суд на таковых». То вполне ясно, что грешники наказываются. Притом, если достойны наказания и говорящие так, то тем более делающие. А если достойны наказания, то достойны, как согрешившие. Ведь наказывает не человек, чтобы кто-нибудь мог заподозрить его приговор, но Бог все делающий справедливо. Если же они наказываются справедливо, то несправедливо говорили то, что говорили осмеивающие нас, так как Бог все сделал и делает для того, чтобы жизнь наша во всем сияла и всюду усовершалась. Итак, не будем предаваться беспечности, тогда в состоянии будем и язычников отвратить от заблуждения. Если мы станем любомудрствовать на словах, а на деле будем вести себя непристойно, то какими глазами будем смотреть на них? Какими устами станем рассуждать о догматах? Тогда язычник всякому из нас скажет, «Ты, не исполнивший малого, как можешь быть достойным учить других большему? Еще сам не научившись о том, что корыстолюбие есть зло, как ты можешь любомудрствовать о небесных предметах? Ведь знаешь, что это худо? Тем больше вина твоя, что ты, и зная, грешишь. Но зачем мне говорить о язычнике? Наши законы, когда жизнь наша порочна, даже не позволяет нам и пользоваться такой свободой. Ибо сказано, грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои. Когда иудеи, отведенные были в плен, и персы усиленно просили их, чтобы они пели им священные песни свои, и они ответили, как нам петь песни Господней в земле чужой? Если же непозволительно было петь Слово Божие в варварской земле, то гораздо более непозволительно это варварской душе, так как жестокая душа есть варварская. Если тем, которые находились в плену и сделались на чужой земле рабами людей, закон повелевает молчать, то гораздо более справедливо сомкнуть свои уста рабам греха и живущим чужой жизнью. И хотя иудеи имели тогда органы, органы, как сказано, на вербах, посреди его повесили мы наши арфы, то и при всем этом нельзя было печь. Так и нам. Хотя мы имеем уста и язык, эти органы слова непозволительно пользуются свободой речи, пока мы раболепствуем греху, наиболее жестокому из всех варваров. И скажи мне, что ты станешь говорить язычнику, как скоро сам хищничаешь и лихаимствуешь? Отступи, скажешь от идолослужения, познай Бога, не стремись к серебру и золоту. Но разве он не засмеется и не скажет в ответ, сперва научи этому самого себя? Ведь ни одно и то же идолопоклонствовать, будучи язычником, и совершать тот же самый грех, будучи христианином. И как мы будем в состоянии других отклонить от идолопоклонства, когда и сами не удалились от него? Ведь мы к себе ближе, чем к ближнему. Когда не можем убедить самих себя, как мы убедим других? Кто не правит хорошо собственным домом, тот не породеет и о церкви. Как же может исправить других тот, кто не умеет управлять своей душою? Не говори мне, что ты не кланяешься золотому идолу, но докажи мне, что ты не делаешь того, что повелевает золото. Ведь бывают различные виды идолопоклонства. Один почитает своим господином Мамону, другой признает Богом чрево, а третий – грубейшую страсть. Но ты, говоришь, не приносишь им в жертву волох, как язычники. Правда. Зато ты, что гораздо хуже, закалаешь им в жертву свою душу. Ты не преклоняешь перед ними колено и не кланяешься. Но ты с очень большой покорностью исполняешь все то, что прикажет тебе и чрево, и золото, и господствующая страсть. И елены потому именно и гнусны, что обоготворили страсти, назвав вожделение Афродитой, ярость Оресом, пьянство Дионисом. Если ты не делаешь извояния идолов, как язычники, зато с большим усердием подчиняешься тем же страстям, делая члены Христовы членами блудницы, оскверняя себя и прочими беззакониями, потому прошу вас избегать идолопоклонству, так Павел называет любостяжание, понявши всю важность этого порока. Избегать любостяжание не только в деньгах, но и во всякой порочной склонности, в платье, в трапезе и во всем прочем. Ведь мы за непонавленение законом Господним подвергнемся гораздо более жестокому наказанию, как и сказано, раб, который знал волю Господина своего и не делал, бить будет много. Лука 12, 47. Итак, чтобы нам избегнуть этого наказания и сделаться полезными для других и для самих себя, станем стремиться к добродетели, удалив из души всякий порок. Таким образом мы достигнем и будущих благ, получить которые да будет дано всем нам благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором отцу и святому духу слава, честь, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.